Так, дубль номер два. Сегодня у нас воскресенье последнее, летом 20-23 август месяц, 6.30 и Мишенька направляется на кладбище. Надо наконец все-таки убрать могилки мамы и бабушки, иначе спать приходится очень плохо, с трудом. Когда это сделаешь будешь жить спокойно. В квартире я уже навел порядок и это радует. Что еще? С утра поел речневой кашки с сарделькой, которую купил со скидкой. Мы доели сардельки, больше не буду есть. Капуста лежит, надо сделать салатик. Это, так сказать, немножко мой рацион скрасит. Ну что, взял с собой зонтик, написано 20 процентов дождя, но я зонтик взял все равно. Одел курточку на улице 21 градус. Тепла можно было это не делать, но мы это сделали. Отпуск первая половина заканчивается 1 сентября и будем начинать новую жизнь. Вперед, пацан! Труба зовет! Так, ребятки, 7.32, Мишенька уже на месте, но я не мог пройти мимо этой красоты. И вы на нее смотрите. Сейчас я ухожу отсюда, но пусть будет красота, это у меня на памяти. Здесь в 1980 году я приезжал велосипедом, учил высшую математику, но сейчас уже все изменилось. И так, ребятки, мы приближаемся к цели своего путешествия. Меня направили на верный путь, и мы с него не свернем. Главное, что я вышел в более-менее нормальную погоду. Обещали 20 процентов дождя, повторяюсь, может быть, но эти 20 процентов мы в них и попали. Итак, в 8 часов Мишенька прибыл на могилки. Трава, ну не по пояс, но около этого маршрутка сюда не доходит. Придется 45 минут пешком идти. Но это не самое главное. Главное, что мы здесь. Что-то такое у меня резкости нету на телефоне. Но не беда. Так Мишенька засучил рукава и вперед. Что значит год не работать, год не приходить на кладбище. Да, сейчас придется проявить мастерство и умение. Дождик начинается, ребята, но я прибыл вовремя. Ребятки, я на кладбище, как вы сами понимаете, и на кладбище бывают дожди. Это грибной дождик. Может, мы еще радугу увидим. Могилки я не показываю по этим самым причинам. А вот калину мы запротоколируем. Красавица. Итак, ребятки, сейчас у меня 9.50. Не знаю, как там у вас. Мишенька проделал эту работу, получается, за 2 часа. Не стал я ничего перекапывать, потому что семена сеять мы не будем. Поэтому мы еще должны прийти сюда еще осенью. Как только появится свободная минутка, как только организуется в голове эта мысль, надо прийти. Надо будет досыпать земли в гробничку. Ну и может быть, что-нибудь кого-нибудь посадить не помешает. Вчера я купил, не стал покупать ни печенье, ни конфет. Купил 2 этих самых фрукты. Бананы это ерунда. Я купил эту самую, сейчас скажу. Ну что-то вкусненькое такое, круглое, которое я не ем. Пускай помянут. Бабушка любила плавленый сырок за 14 копеек. Ну по 14 копеек, сейчас их не преподают. Да и того вкуса нету. Он бы расплавился. Ладно, оправдался вроде бы внутренне. Сейчас пойдем помоем лопатки и вперед, вперед и вперед. Итак, я помыл инструмент, выстирал перчаточки, помыл кроссовочки и готов идти в путь. Это мне предстоит, наверное, минут 40 шкандывать. Когда-то я ходил, когда я была абрикоса на деревьях. Сколько я по дороге абрикос кушал. Ну сейчас только буду пыль нюхать. Вперед, пацан. Вот так, впереди меня водичка. Воды много, а да никуда не ушла. Ну что я могу вам сказать. Пошел в них, думал, что он будет идти 45 минут. Но остановилась Волга. Есть такие машины, есть такие люди, которые взяли и подобрали меня. Обогрели, подобрали. Ну и теперь я еду трамвайчиком. Ну я не знаю, бывает такое. Сэкономил я 12 гривен, они пойдут у меня сегодня на игру. Спасибо вам водителям этой Волги. Да и всем водителям. Ну что я хочу сказать, им повезло, они успели. Спасибо большое. Спасибо. Так, ребятки, я успел перескочить трамвай на автобус. И сейчас мы уже направляемся в свой район. Спасибо. Сегодня мне просто повезло. И туда, и обратно я еду, можно сказать, на легке. Спасибо.